Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 13 сентября, день выхода CPI номеров. И, как мне кажется, эти номера будут хуже, чем ожидания. Напомню, что ожидается 3,6% роста в ценах, но многие оценивают, что, возможно, мы увидим 3,8% роста цен. То есть это будет второй месяц подряд роста цен, и инфляция начинает снова проявлять себя. Связано это, в первую очередь, с ростом цены на нефть, на газ и другие ресурсы, особенно на нефть, которая у нас выросла с 70 долларов до 89 долларов. То есть выросла очень значимо и никак не может не повлиять на инфляцию. Поэтому будем смотреть на кор инфляцию, будем смотреть на обычную инфляцию, за исключением нефти и продуктов питания, наиболее волатильных. Посмотрим, какую динамику она покажет. Может, мы увидим снижение инфляции в сервисном секторе, что будет тоже позитивным. Но, опять же, я думаю, никого сегодня ростом инфляции не удивят, и рынок в целом должен отреагировать на это нейтрально, если не будет каких-либо существенных сюрпризов. Опять же, вчера рынок после сильного понедельника, когда у нас технологические компании выросли, выросли практически топ-7, все компании выросли очень хорошо, включая Tesla, Nvidia, Amazon и Metaverse. То есть все они выросли. Вчера была совершенно обратная ситуация. Было это, наверное, скорее всего вызвано плохим отчетом от Oracle, который показал снижение темпов роста в AI-сегменте. И презентация Apple была вчера 15-го айфона, которая не вызвала, возможно, должного резонанса. И акции Apple вчера упали на свой уровень поддержки в 175 долларов. Давайте посмотрим, как Apple ведет себя сегодня. Удержит ли он уровень в 175 долларов или нет. Это для Apple будет, наверное, ключевым уровнем. Вот мы видим, вчера он, в принципе, 174.82 был уже под этим уровнем. Сегодня 174.45. Поэтому вчерашний день показал очень такую странную динамику. На открытии у нас в противовес понедельнику пошли наверх акции реального сектора, пошли вверх small cap компании, в то время как компании большой катализации падали. Но потом, когда падение компаний, таких как Apple, которая, наверное, вчера в большей степени повлияла, Apple, Amazon, мы видим, упала, вчера Tesla упала. После того, как эти акции начали падать, NASDAQ закрылся на своем минимуме и, конечно, и потянул за собой другие компании, которые, в принципе, мелкие технологические компании, которые в начале дня были в плюсе, но потом закрылись в минусе. Поэтому рынок на самом деле носит очень такой странный характер. То есть, допустим, компании большой катализации, они, например, в какой-то день падают, в какой-то день растут. Например, в те дни, когда растут компании большой катализации, компании малой катализации, как правило, падают. И в дни, когда компании большой катализации падают, в противовес этого не происходит рост компании малой катализации. То получается lose-lose situation. То есть, ситуация, в которой действительно очень тяжело найти какой-то правильный момент входа в компании small cap, Russell 2000, S&P 600. Эти все компании находятся по-прежнему под давлением. И если кто-то нам говорит о обычном рынке, то я скажу, скорее всего, что мы находимся на поздней стадии медвежьего рынка, поскольку у нас по-прежнему new lows превосходит new highs. У нас достаточно много акций, особенно энергетических, альтернативной энергии, которые падают. К примеру, посмотрим на компанию BIM, которая в 2020 году стоила более 70 долларов. Сейчас она стоит 8 долларов. И где-то, за исключением вчерашнего движения на апгрейде, эта компания бы находилась на своем годовом минимуме. Поэтому таких компаний очень много, которые просели. Особенно это относится к компаниям генетики, альтернативной энергии, много ритейл-компаний, банков, много, я не знаю, каких-то стартаповских компаний, а много таких компаний, которые пытались как-то вылезти, но, опять же, их задвинули настолько далеко, что, на самом деле, пока для них выхода не видно. Поэтому, опять же, я вчера выкладывал диаграмму в своем закрытом канале, которая показывает, что на более поздних стадиях, скажем, медвежьего рынка должны начать расти компании и малой капитализации, но пока мы этой ситуации не видим. И, как я уже говорил некоторым своим клиентам, что у нас акции падают до того момента, пока их не начинают покупать. Звучит достаточно просто и достаточно логично, то есть акция не растет сама по себе, как, знаете, грибы растут или растут фрукты на деревьях. Акция начинает расти тогда, когда ее начинают покупать крупные игроки. Крупные же игроки начинают покупать акцию тогда, когда они либо видят, что данная компания значительно недооценена по сравнению со своей справедливой стоимостью, и ее просто какие-то хедж-фонды могут купить или венчурные фонды, или же компания дает какой-то сильный квартальный отчет, который показывает разворот, какой-то новый продукт или какую-то очень позитивную динамику, после которой фонды начинают такую компанию покупать, и эта акция начинает расти. Сейчас увидеть какую-то позитивную динамику в таких компаниях, которые находятся на минимуме, крайне проблематично и крайне сложно. Поэтому основная причина, в которой растут сейчас акции, как это было, например, в случае с AYX, это ситуация, когда компания, скажем так, выставляет себя на продажу, или какой-то венчурный фонд проявляет свой интерес к данной компании. На этой ситуации данная акция выросла с 28 до 35 долларов, причем до этого момента она с 70 упала до 27, почти что в 2,5 раза. Поэтому сейчас не нужно торопиться покупать компании, просто потому что они дешевые, потому что эти дешевые компании не начнут расти до тех пор, пока рынок целиком не поменяется, как это было в 2009 году, в марте месяце, когда рынок с того момента стал, например, в 5 случаях, например, у нас 5 дней в неделю, когда он 4 дня растет, 1 день падает. Тогда, в принципе, все акции этой волной покупок поднимаются. То есть у нас рынок способствует росту этих акций. Сейчас в таком рынке, когда у нас 2 позитивных дня и 3 негативных, когда еще нет ярко выраженного разворота рынка, я думаю, что акции только нужно покупать в случае позитивных новостей. Опять же, найти эти позитивные новости можно, как, например, если мы возьмем с вами, скажем, компанию A&F, Abercrombie & Fitch, компанию Retail. И если мы посмотрим ее график за год, то в какой-то момент эта акция падала до своего минимума. Она стоила там, ну вот мы видим, даже 14 долларов. Она стоила в октябре прошлого года. И в какой-то момент вот она начала расти. То есть 14, потом уже 24, на 10 долларов вырос. Но, скорее всего, это был квартальный отчет. Если мы посмотрим динамику квартальных отчетов данной компании, то мы видим, что в целом, вот начиная вот с того квартала, октябрьского прошлого года, когда компания показала 1 цент прибыли против ожидаемых 15 центов убытка, компания начала расти. Поэтому в самом примитивном случае мы должны увидеть хороший квартальный отчет, в котором компания бьет ожидаемый результат и дает позитивный прогноз. Это служит таким основным моментом для того, чтобы акция развернулась. Поэтому вот я считаю, вот если вы будете придерживаться таких правил, то все будет нормально. Или же мы покупаем компании сильные, которые находятся в аптренде, покупаем в пробой новых хаев и, соответственно, тогда уже там легче, чем, например, искать разворот, потому что там вам нужно конкретное событие. А вот такая у нас ситуация в рынке, поэтому многие считают, как я это писал в каналах, что еще вот где-то 2 недели, а я скажу даже не 2 недели, где-то максимум 1,5 недели. Я думаю, после заседания ФРС на следующей неделе, которая будет ровно через неделю, я думаю, рынок начнет уже потихоньку расти. То есть, если, конечно, мы сегодня не увидим каких-то катаклизмов во время CPI-репорта, более подробно я его освещу в своем канале, дам комментарии по нему. Но я думаю, это будет основным моментом, на основании которого Федеральный Резерв примет свое решение относительно подъема процентной ставки, которая, скорее всего, уже будет в ноябре. И тогда уже, я думаю, в зависимости от комментариев ФРС, я думаю, все будет зависеть. Но я думаю, уже ФРС находится в ситуации, когда уже поднимать ставку больше не стоит, потому что вот аукционы по трежерам, то есть аукционы по бондам, они достаточно наносят большой ущерб ликвидности, поскольку бонды продаются огромными количествами. Это изымает ликвидность в рынке. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы как-то вывести безработицу на тот уровень, который Федеральный Резерв хочет. Поэтому Федеральный Резерв прогнозирует безработицу через год на уровне 4,5%, прогнозирует где-то инфляцию через год на уровне 2,2%. То есть все идет по плану. Поэтому я считаю, что, возможно, мы не увидим никакого подъема процентной ставки. И опять же, все это будет зависеть, насколько будут выше сегодня инфляции, чем 3,6%. Поэтому следите за моим каналом. Я сегодня дам комментарий по этому вопросу. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня. До свидания.